Всем привет, на связи Евгений Тимошов, это канал Пейзаж Кадри. Сегодняшнее видео будет не совсем форматным для этого канала. Я уже к сегодняшнему дню снял больше 50 роликов на YouTube, это довольно много на самом деле. Но в основном мы всегда говорили в этих роликах о творчестве, то есть как искать кадры, как выстраивать кадры, как обрабатывать кадры, в общем, как создавать фотографию, о процессе говорили. И всего лишь, насколько я помню, один раз мы касались темы денег. То есть у меня было интервью с Дмитрием Рухленко, он рассказывал очень подробно о стоковой фотографии. И, собственно, я читаю комментарии, спасибо большое, что вы их пишете. Очень часто спрашивают именно про деньги, спрашивают, как можно вообще зарабатывать фотографии именно вот этой темой тревел и пейзажной. И я решил записать ролик. Сегодня я как раз расскажу о том, чем я вообще в принципе занимался, именно с точки зрения зарабатывания денег в этой профессии, в профессии пейзажного тревел-фотографа. За последние 13 лет, за вот все время, как я, собственно, этим делом и занимаюсь. Если тема заработка, профессии, что вообще можно делать, вам интересно, то смотрите ролик дальше, я расскажу все, что знаю. Ну и прежде чем я начну свой рассказ, у меня будет небольшая рекламная интеграция, да, звучит очень громко. Вот, но она удивительно тематичная получается, потому что я сейчас прорекламирую один из своих источников дохода. Маленький, но тем не менее он тоже существует. И ближе, во второй половине ролика я о нем расскажу подробнее. Итак, что я рекламирую? Я рекламирую совсем небольшой интернет-магазин, в котором можно купить всякие разные интересные вещи, кожаные, ручной работы. Мы этот проект запустили с моим братом, с его мастерской семейной. И, собственно, там есть фотосумка, если кто-то давно за мной следит, да, это такая стильная фотосумка, в которую помещается одна камера, еще один дополнительный объектив. Я как-то про это рассказывал и на канале, и в соцсетях писал. Я сейчас такой сумкой пользуюсь для дрона, да, то есть моя большая камера туда не помещается, но туда идеально помещается Mavic 2 Pro мой, да, и на самом деле очень удобно, на Кавказ я с такой сумкой ездил. Также у нас там есть фоторемешки, то есть это ремни для камеры, тоже у меня на моей камере установлен, классно смотрится. И еще есть просто ремни, да, то есть не обязательно это фототема, есть просто разные ремни для брюк, да, или для джинсов. Вот, соответственно, ссылка есть в описании на этот магазинчик, есть там же промокод на скидку. И, в общем, если вам что-то понравится, то можете выбирать покупать. Почему я рекламирую? Потому что Новый год скоро, можно сделать подарок себе, можно сделать подарок фотографам в своем окружении, да, если вам эта идея покажется интересной, то милости просим, заказывайте, мы все отправим в лучшем виде. Итак, первый вид деятельности, который можно заработать на пейзажной, на тревел-фотографии, это стоковая фотография. Я поставил его на первое место, потому что это, наверное, самый легкий способ что-либо, какие-то первые центы заработать. Потому что, по большому счету, все, что нужно для того, чтобы войти в стоковую фотографию, это иметь хотя бы там 10 фотографий, да, для того, чтобы первичный экзамен пройти на стоке. И все, дальше можно, собственно, пополнять портфолио и ждать, купят или не купят. Значит, на самом деле, когда я только начинал заниматься стоковой фотографией, это был мой первый вид фото-бизнеса, это был хороший вариант, потому что стоки, допустим, 12 лет назад и стоки сейчас очень сильно отличаются. Тогда фотографов и поставщиков контента, их было не очень много, ну, их довольно много было, но, тем не менее, не столько, сколько сейчас, да, то есть сейчас это там нолик добавился или, то есть на один, на два порядка больше. Вот, тогда конкуренция была не такой большой, если, в принципе, ты понимал, что нужно фотографировать, и у тебя была техника, которая давала необходимый уровень технического качества, да, то ты мог спокойно продавать фотографии и зарабатывать. Вот, ну, а тем не менее, со стоками у меня история никогда не складывалась прям вот хорошо, да, не было какого-то взрыва, что я вот загрузил, и прям деньги поперли-поперли. Такого в моей истории не было, потому что все-таки эта ниша, пейзажная тревел-фотография, она уже тогда была довольно насыщена фотографиями, пусть не самыми лучшими, но, тем не менее, конкуренция в этой нише была высокой. И самое главное, это немножко, ну, скажем так, разница подходов дала о себе знать. То есть если ты хочешь реально зарабатывать в стоковой фотографии, именно в тревел-фотографии, то ты должен понимать правила игры, кто покупает эти фотографии. Фотографии покупают издательства, агентства какие-то, да, ну, в смысле, туристические агентства, чтобы выпускать календари, путеводители, рекламировать свои туры, направления. И, собственно, для всех этих задач чаще всего требуются фотографии каких-то видовых классических мест, да, вот то, что является обложкой, ну, целого направления. Вот, соответственно, моя, вот, мое внутреннее желание по фотографии несколько отличалось, да, то есть я всегда хотел фотографировать, создавать более творческие фотографии, снимать места, которые спрятаны, да, то есть с какого-то необычного ракурса показывать красоту. Ну, в общем, это две разные дороги, и чем дальше я занимался фотографией, тем больше вот эта развилка и дистанция, она чувствовалась, да, то есть я хотел снимать одно, а для стоков это не подходило. И мой подход, он был всегда, ну, не совсем правильный с точки зрения стокового бизнеса, то есть я снимал то, что мне нравится, и потом надеялся, что это купят. А если ты хочешь реально много денег зарабатывать в стоке, то ты должен понимать, что будут покупать, и потом это фотографировать. То есть, опять же, это абсолютно разные вещи. Ну, и третий момент, что именно в нише travel, стоковой фотографии нужно было иметь огромное портфолио, то есть если, допустим, там в нише lifestyle можно было иметь тысячу фотографий в портфолио, и с этого в какой-то момент прям очень хорошо зарабатывать, то в нише travel фотографии и пейзажной фотографии нужно было иметь, ну, там, 10 тысяч фотографий, да, то есть в 10 раз больше, тогда чисто за счет объема, за счет того, что ты там закрываешь основные направления, ты мог реально на этом зарабатывать. Поэтому я занимался стоковой фотографией довольно долго, но никогда не было взрыва. Тем не менее, это позволило мне какие-то деньги зарабатывать, и в какой-то момент не только на travel и пейзажной фотографии, еще я добавлял там другие всякие темы, которые лучше продавались, да, я смог, допустим, уйти со своей там основной работы, как только доход со стока сравнялся с зарплатой с этой работы, да, я ушел и стал заниматься исключительно фотографией. Это произошло быстро, примерно там за один год я вышел на этот уровень. После этого я стал, ну, у меня появилась возможность много путешествовать, и в принципе, так как я очень долго жил один, у меня не было семьи, да, я мог там очень свободно планировать эти деньги, экономить на каких-то бытовых нуждах, и оставлять как можно больше денег на путешествия, мне удавалось как раз вот чисто на стоковом доходе путешествовать, ну, в самые разные места, да, то есть я путешествовал и по Украине, тогда я жил еще в Украине, вот, я мог копить деньги и путешествовать за границу, там, в Китае, помню, моя первая поездка, ну, в общем, это реально позволяло мне на эти деньги существовать, и именно делать то, что мне нравится. Поэтому этот вариант вполне нормальный, но сейчас, повторюсь, уже, конечно, поезд потихоньку уходит, и входить сейчас в нишу стоковой фотографии именно тревел, именно пейзажной, наверное, это просто как один из дополнительных источников можно рассматривать, но не основной. Второе направление, чем можно заниматься пейзажному и тревел-фотографу, на чем можно зарабатывать деньги, это уже более серьезно, чем стоки, это то, что работает и сейчас в том числе, это фототуры и мастер-классы, да, если вы как-то интересуетесь фотографией, вы знаете всяких разных фотографов и видели, что многие из них как раз предлагают фотопутешествия, в которые можно поехать, вам покажут точки, что-то расскажут о фотосъемке, и, собственно, вы приедете с красивыми фотографиями и пополните свой багаж знаний, то есть вы поймете, как сделать фотографии лучше. И вот как раз в 2011 году я решил тоже заняться этим делом, я объявил набор на мастер-классы, тогда я решил делать именно мастер-классы, потому что все делали фототуры, а я хотел чем-то отличаться, да. Я объявил набор на мастер-класс в Крым и очень быстро, к своему удивлению, набрал целых две группы по шесть человек. Вот это вот число шесть человек, оно, собственно, преследовало меня следующие пять лет, то есть я всегда делал группы маленькие, я считал, что если я хочу обучить людей, то нужно, чтобы их было немного. С точки зрения покупателя, клиента это очень классно, потому что это всегда как камерная обстановка, да, очень близкое общение, всегда есть время для всех людей. В общем, это было очень классно, и как раз именно за счет вот этих маленьких групп я практически со всеми людьми, которые со мной ездили в очень хороших отношениях, многие ездили много раз со мной, и вообще мы как-то общались, пересекались, в общем, всегда очень теплые в памяти воспоминания об этих днях. Вот, но с точки зрения бизнеса, вот сейчас я уже анализирую, да, это не совсем, наверное, было прям суперрешение, потому что шесть человек – это, ну, как бы небольшая выручка, небольшие деньги. То есть мне тогда нужно было делать или высокие цены, или просто довольствоваться тем, что выручка не такая большая. Я цены высокие не ставил, и из-за этого этот бизнес, он не развивался и не рос. Еще одна очень важная вещь, которую обязательно нужно сказать, это то, что когда я занимался мастер-классами, я как раз сам очень сильно вырос как фотограф, потому что и мне это было необходимо, да, это был неминуемый процесс, потому что если я делаю именно мастер-классы и рассказываю людям всякие интересные и правильные вещи, я должен где-то подпитываться, да, то есть я должен где-то все это узнавать. Соответственно, вот эти пять лет, они были очень продуктивными с точки зрения моего роста как фотографа. Я прочитал свои главные книги за этот период, я познакомился с теми фотографами, которые на меня сильно повлияли и продолжают влиять сейчас, то есть все вот самое крутое в плане развития меня как фотографа произошло со мной именно за вот эти пять лет, которые я занимался мастер-классами. И мой уровень преподавания, он рос постоянно, и допустим, те люди, которые приезжали на мои первые мастер-классы, и они же приезжали там через несколько лет в какие-то другие путешествия, они получали совершенно разные знания, совершенно разную программу. Я им предлагал, да, то, что было в начале и то, что было в конце, оно очень сильно отличалось и росло именно вот качественно, да, и я вот реально в это верю, я понимаю, что это было очень здорово. В 2017 году я провел свои последние мастер-классы, вся эта тема плавно сошла на нет, то есть сейчас я не занимаюсь мастер-классами, не занимаюсь поездками, потому что все-таки это требует довольно много энергии, да, то есть когда ты с разными людьми постоянно один на один целую неделю, там или даже больше проводишь с утра до вечера. Ну, по крайней мере, я немножко подвыгорел, я вам честно скажу, и здесь я скрывать не буду. Не знаю, возможно, это просто склад характера, может быть, просто время, да, то есть оно так и должно происходить. Но я подвыгорел, и как раз у меня появилась такая новая идея, новый проект, который я отнимал все больше и больше времени, и это как раз третий пункт, третья вещь, которой можно заниматься, и сейчас я как раз о нем расскажу подробнее. Итак, следующий вид деятельности, которым может заниматься тревел и пейзажный фотограф, это работа в онлайне, да, и я первые свои попытки что-то сделать в онлайне предпринял в 2014 году. Я тогда открыл такой онлайн-клуб пейзажной фотографии, сделал небольшой сайт, начал туда выкладывать всякие полезные материалы, статьи, и объявил такой вот первый свой онлайн-продукт, да, я сказал, что у меня будет такой клуб пейзажной фотографии, можно за какую-то сумму, типа там 300 рублей в месяц, подписаться на, ну, записаться в этот клуб, да, платить по 300 рублей, и я там что-то гарантировал, да, то есть какие-то мастер-классы каждый месяц, какую-то там обратную связь, что-то еще, ну, в общем, стандартный такой набор, да, вот, и я помню, что тогда мне поверили суммарно человек 20, да, ну, вы сами можете умножить и посчитать, сколько это приносило выручки, в общем, как-то я этот проект тянул-тянул, потому что, ну, как-то горел, да, был энтузиазм, была ответственность, люди поверили, кто-то за год сразу заплатил, и тоже большая благодарность, что меня тогда поддержали, но, тем не менее, он не взлетел, и это, в принципе, логично, потому что для того, чтобы делать сразу вот какие-то подписки, да, чтобы люди платили регулярно, это нужно очень много контента на старте, и очень много нового контента постоянно, тогда человек видит в этом смысл, он понимает, что количество контента хорошего, которое предлагается больше, чем даже он может, ну, как бы, принять, посмотреть, осилить, и, соответственно, это стоит своих денег. Если же контента мало, то, в общем, тема эта не взлетает, но тогда я был совершенно начинающим таким предпринимателем, скажем так, вот, и тема не взлетела, это логично, вот, но я понимал перспективу онлайна, я эту вещь не забросил, и потом, после такой первой неудачи, я, наверное, года два или три посвятил чисто обучению, то есть я начал записываться и проходить всякие онлайн-курсы по маркетингу, по бизнесу, я начал смотреть, что делают не только у нас, а что делают там американцы, да, которые, как выяснилось потом, просто на голову выше в этих всех вопросах. В общем, много-много разных вещей узнал именно по онлайн-бизнесу, это тоже вот, я говорил, что когда проводил мастер-класс, я вырос как фотограф, так вот, когда я начал пытаться войти в онлайн, я очень сильно вырос как человек, который, ну, как бизнесмен, да, бизнесмен, у которого есть онлайн-бизнес, то есть я очень много узнал. И, соответственно, уже второй такой более успешный запуск чего-то в онлайне, он произошел в семнадцатом году, когда я понял, как нужно правильно выстроить, собственно, проект, да, какие продукты могут продаваться и как правильно маркетинг этих продуктов выстроить. В общем, я сделал ставку на email-маркетинг и запустил вот в семнадцатом году свой первый большой онлайн-курс, который до сих пор существует, и люди проходят, и, в общем, видно по отзывам, что он по-прежнему актуален, и там действительно полезная информация, «Живой пейзаж» этот курс называется. И в следующем восемнадцатом году я запустил еще один курс, который был посвящен обработке. Он тоже до сих пор существует, актуален, и, в общем, люди проходят, занимаются и получают эти знания. Если кратко описать механику работы, как работает маркетинг вот этого моего онлайн-проекта, то вот те, кто покупали у меня хоть какой-то продукт, да, книжку, может быть, мастер-класс, может, курс, они знают, что все построено через email-маркетинг, через email-рассылку. То есть есть у меня всякие бесплатные материалы, которые, ну, чтобы получить которые, нужно оставить свой email. После этого вы попадаете в мою базу email, да, я рассылаю вам много всего полезного, всякие книжки, всякие статьи, анонсирую новые ролики, ну, то есть как бы вы становитесь частью такого сообщества и находитесь все время в информационном поле, скажем так. Вот. И после этого, когда я отдаю много-много всякого разного полезного вам бесплатно, я считаю, что я заслужил право что-то вам прорекламировать. Соответственно, стараюсь делать это деликатно, без какого-то надрыва, настойчивости, да, просто предлагаю и пишу все как есть честно, никогда не манипулирую и не обманываю. Для меня это такая принципиальная вещь. В общем, иногда я делаю в своей рассылке рекламу и люди, которым это нужно, они, собственно, переходят, покупают и так это работает. Я могу сразу сказать, что, несмотря на то, что база, она довольно большая, много людей, там, в районе 20 тысяч сейчас в моей рассылке, реально хотя бы что-то, хотя бы там за 100 рублей, да, купили около 2% подписчиков, да, потому что люди разные, большинство все равно учатся бесплатно. Я считаю своей большой заслугой то, что те, качество тех материалов, которые я даю бесплатно, они позволяют, в общем-то, учиться бесплатно без покупки всяких разных курсов и мастер-классов. Но кому хочется больше и кто хочет побыстрее как-то структурирование получить, информацию получить больше пользы, ну, можно что-то покупать. Это нормально, и это, в общем-то, нормальные цифры, показатели для любого такого честного онлайн-бизнеса. Ну, и теперь такие пару бонус-треков, наверное, то есть об основных каких-то вещах, на которые я потратил очень много времени, я уже рассказал. Еще раз повторюсь, онлайн-бизнес – это сейчас мой основной проект. Вот, но есть еще вещи, которые тоже я пробую как-то, они не то чтобы пошли и полетели, но это тоже потенциально один из таких дополнительных источников дохода. Я сразу скажу, что вот если ты находишься в нише пейзажной, тревел-фотографии, такая небольшая ниша, локальная, то тут всегда нужно думать сразу о многих источниках дохода. То есть просто сесть на одну какую-то большую волну и полететь не получится. Нужно всегда собирать вот эти вот источники дохода воедино. И, как говорится, такой есть штамп, не держать все яйца в одной корзине. То есть ситуация меняется. Сейчас, допустим, со всеми этими пандемиями и коронавирусными делами онлайн очень сильно растет. И не только в нише фотографий, а вообще в принципе. И ты никогда не знаешь, что будет расти, что будет падать и что вообще произойдет в следующие несколько лет. Итак, еще один вот этот самый бонус-трек – это то, что мелькнуло в самом начале в моей рекламе. Я пообещал, что об этом расскажу. Это продажа каких-то реальных вещей. Мне всегда хотелось, особенно когда ты работаешь в онлайне, продавать не только воздух. Есть такое поверье, что если кто-то инфобизнесмен продает курсы, электронные книги, то он, по сути, продает воздух. Это не совсем так. Мне не нравится, когда так говорят. Как-то презрительное, пренебрежительное. Мне кажется, польза какая-то, она все равно потом превращается в реальные фотографии, в реальные какие-то дела. Но тем не менее, всегда хотелось какие-то физические товары попробовать сделать, чтобы это тоже было классно, красиво, полезно. И, собственно, так родилась идея сделать фотосумку. У меня брат как раз занимался кожаными изделиями. У него такая небольшая семейная мастерская, очень маленькая, и мы вдруг подумали, почему бы не объединить усилия и не сделать что-то в нише фотографии. И, собственно, сама собой родилась идея вот такую сделать стильную кожаную сумку. Фишка была в том, что она была очень красивой. И не была, а есть. Мы продолжаем ее предлагать, покупать. И, в общем, просто чтобы она была красивая и стильная, чтобы ее было не стыдно прям надеть и прогуляться по городу, чтобы все смотрели, как круто это смотрится. Вот. Ну, мы, собственно, придумали, запустили. Не полетело это прям очень здорово. Но, тем не менее, у нас этот товар есть. Мы там много чего вложили в этот проект. Нужно для того, чтобы производить такие сумки. Там много деталей. Вручную их кроить сложно. Поэтому мы заказали такие резаки специальные, которые можно, допустим, кусок кожи кладешь, сверху этот резак, да, и пресс просто берет и сразу готовую деталь с дырочками прям выдавливает, да, рубит. Вот. Я просто в сам процесс технологически не очень вовлечен, но как бы понимаю, как это происходит. Поэтому резаки эти стоят денег, потому что когда ты рубишь кожу, они должны быть без правильного металла. Там те, которые рубят картон, не подходят. Ну, в общем, куча-куча нюансов, которые мы изучили как раз, когда запускали этот проект. Он даже близко, по-моему, не вышел прям на окупаемость на какую-то. Но, тем не менее, у нас все есть, почему бы дальше эти сумки не делать. Вот. Еще раз скажу, еще одна реклама, да, ссылочка есть в описании. И вы можете пройти там, посмотреть, собственно, на эти сумки. Есть у нас еще и ремни там дополнительные. В общем, вот эти все физические товары, мне лично все это очень нравится. То есть то, что можно потрогать руками, оно такое красивое. Сам я всем этим пользуюсь. Мне очень нравятся такие вещи. То есть я повторюсь, что это такая ниша в нише, да, очень нишевая история, которая не летит круто, но, тем не менее, мне даже просто приятно, что это есть. И кому надо, тот может купить и тоже пользоваться. Вот. Физические товары – это всегда приятная штука, потому что их можно попробовать и показать людям. Это вот в нашей такой современной онлайн-жизни физических товаров, хороших таких, прям с душой сделанных, их не так много. Ну и последний бонус-страйк, уже заключительный в этом видео, это, собственно, заработок на контенте. Это работает не только для пейзажного фотографа, и вообще не фотографа, вообще в любой нише это работает. И примеров, как можно зарабатывать именно на контенте, вы видите очень много вокруг. Да, первый способ – это то, о чем я рассказывал до этого, это онлайн-бизнес, когда ты просто умеешь создавать качественный, допустим, образовательный контент, создаешь из этого продукт, там, мастер-класс или большой курс, продаешь его прямо за деньги. Но есть еще другой вариант заработка на контенте, это, собственно, блогерство. И вы очень много разных блогеров сейчас видите, хороших, плохих, но так или иначе это существует, и об этом тоже нельзя забывать. То есть, допустим, если вы считаете, что у вас нет собственного продукта, вы не производите физический товар, и вам сложно придумать какой-то образовательный курс, который можно продать, да, вот в вашей нише, это не совсем такая здравая идея, но вы умеете создавать интересный, привлекающий аудиторию контент, то это тоже может являться вашим продуктом. Например, вы о чем-то очень классно рассказываете, люди считают, что вы в этой теме, в этой нише, там, выдающийся, или что-то интересное делаете, или эксперт хороший, да, и они начинают вас смотреть. Соответственно, если таких людей много, это действительно талантливый контент, то всяким разным брендам, рекламодателям, аудитория, которая собирается вокруг блогера, она становится интересной, могут дать рекламу, и, собственно, за счет этого человек тоже может существовать. То есть контент тоже может быть продуктом. И вообще, в принципе, сейчас такое время, когда без создания своей аудитории очень сложно на что-то рассчитывать именно в онлайн-бизнесе, ну и не только в онлайн, в любом бизнесе. Потому что аудитория – это всегда залог того, что у вас будут какие-то покупатели, есть кому предлагать свои новые продукты, вот, и самое главное – быть со своей аудиторией честным и не злоупотреблять. То есть я уже рассказывал про свои какие-то принципы, да, что я считаю, что я сначала должен очень много отдать всего бесплатно, потом имею право что-то рекламировать. То же самое и про блогеров, да, то есть, в принципе, опять же, оглядываясь назад, я точно понимаю, что на голом энтузиазме невозможно долго создавать что-то хорошее, интересное. Ты неминуемо выгораешь. Вот, например, я рассказывал вам про мастер-классы, да, и сказал, что главная моя ошибка была то, что я собирал всего лишь по шесть человек. Я считал, что это очень классно будет для людей, вот, но свои интересы я, получается, немножко зажимал, именно как интересы бизнеса. Соответственно, мастер-классы, они не росли, не развивались, и когда нет роста, ты просто выгораешь, и потихоньку все это дело загибается. Вот, в то же время, если есть рост, если есть подпитка, то ты просто придумаешь все новое, 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 и продолжаешь этим заниматься дальше. Поэтому, если, допустим, есть какой-то блогер, и я вижу, что у него есть реклама, я считаю, что это очень хорошо, потому что это означает, что этот блогер будет продолжать заниматься тем, чем он занимается, я буду продолжать получать хорошие ролики, которые мне интересны, и, в общем, все будет отлично, да. Если же у блогера нет рекламы, то это как раз говорит о том, что он или только начинает, или, если это продолжается довольно долго, то можно с большой уверенностью сказать, что очень скоро этот проект закроется, потому что человек рано или поздно выгорит. Поэтому реклама у блогеров – это на самом деле добро, но очень плохо, когда ей злоупотребляют, когда контент какой-то превращают, точнее, рекламу превращают контент и подают под видом просто полезности какой-то. А это нехорошо, это уже обман. Вот, значит, соответственно, если вы, допустим, не понимаете, как создавать продукты физически, онлайн, но вы, допустим, у вас есть хорошие фотографии, вы можете о чем-то интересно рассказать, вы можете снять интересные видео, там, с дрона что-то смонтировать, какие-то истории. Вот, это тоже может быть вашим продуктом. Создавайте канал, создавайте Инстаграм, собирайте аудиторию, общайтесь с ними, в общем, растите, хольте и лелейте, да, и, в принципе, к вам потом могут прийти рекламодатели. Я, конечно, тоже вот такой же начинающий блогер, если вы заметили, у меня нет сторонней рекламы, я рекламирую свои продукты, благо они есть, и, в принципе, это работает, но, если придут рекламодатели с хорошим предложением, я тоже от этого отказываться не буду, повторюсь, я считаю, что это очень хорошая тема, и для всех зрителей это тоже здорово, потому что вы будете больше роликов получать, интересных, и точно проект никуда не денется и не загнется. Вот, ну, пожалуй, я на этом остановлюсь, мне кажется, что хороший ролик получился, то есть, я вам рассказал о том, что лично я делал, что у меня получалось, что не получалось, и рассказал о том, что, в принципе, еще можно делать в современную цифровую эпоху. Еще раз, маленькая реклама, да, не забудьте про ссылочку в описании нашего небольшого такого магазинчика со всякими кожаными классными вещами на Новый год со скидкой по промокоду, можете себя порадовать или кого-то из своих знакомых. А на связи был Евгений Тимашов, это канал Пейзаж Кадри, и встретимся с вами в следующих видео. Всем пока!